Добрый вечер! Я с радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это временно исполняющий обязанности президента Дмитровской межрайонной торгово-промышленной палаты Андрей Владимирович Метелица. Нам сегодня предстоит на эфире разговаривать о предпринимательстве и о том, как же работает наша торгово-промышленная палата, зачем она нужна, какие там есть успехи и, конечно же, какие есть планы на будущее. Я надеюсь, что Андрей Владимирович на эти вопросы даст исчерпывающие ответы. Андрей Владимирович, добрый вечер! Добрый вечер, дорогой! Я приветствую вас в нашей студии и как бы действительно с боевым воскрещением, потому что вы впервые у нас. Я надеюсь, что хотя бы раз в год вы будете приходить к нам в гости для того, чтобы рассказать о том, как успешно работает и развивается наша торгово-промышленная палата, которая, кстати, по-моему, является одной из старейших в Российской Федерации. Я поясню, нам вообще в будущем году, то есть в этом году уже исполняется 25 лет с момента создания. Красивый юбилей будет. Да, безусловно. Это старейшая палата в системе торгово-промышленных палат России, которая все эти годы завоевала громадный авторитет в системе. Потому что надо, наверное, два слова сказать, что торгово-промышленные палаты — это не какие-то обособленные некоммерческие организации, которые создаются в том или ином муниципальном образовании, а это часть большой системы, которая покрывает всю территорию и Российской Федерации, и в силу еще различных международных соглашений работает по всему миру. И по своей сути является, может быть, единственным объединением предпринимателей, которые никоим образом, несмотря на форму некоммерческую, на форму союза, тем не менее, являются организацией, по которой существует федеральный закон. То есть мы работаем, в отличие от любых других сообществ объединений, их очень много, мы знаем, которые объединяют по интересам, по крупности, некрупности предпринимателей. Мы работаем по закону, который определяет задачи нашей системы торгово-промышленной палаты. Их можно, если коротко сказать, что их две фактически самых главных — это представлять и защищать интересы предпринимателей. То есть это в какой-то части чисто практическая работа, которая интересна нашим членам. Мы объединяем, как союз, у нас есть целая процедура вступления в члены союза. Она предусматривает представление кандидата на вступление на заседание правления. Она предусматривает обязательную обязанность уплачивать, пусть небольшие, но членские взносы, потому что это хоть и не является источником какого-то благосостояния союза, но является неким дисциплинирующим фактором. Ну, если говорить про нашу палату, то ее на протяжении вот этих 24 лет, как вы знаете, возглавлял замечательный человек Валерий Андреевич Логачев, который принял решение и в конце прошлого года, в 23 декабря, состоявшемся в очередном съезде, мы его поблагодарили все за проделанную работу, и он ушел, так скажем, на некий отдых, но я, если потом будет возможность, я расскажу. Обязательно, обязательно. Андрей Владимирович, а я вот хотела поинтересоваться, потому что для вас, как я понимаю, деятельность по руководству торгово-промышленной палатой несколько внове, как и Дмитровский городской округ. Потому что вы для нашего округа и для наших жителей человек новый и в чем-то терра-инкогнито. Вот можно чуть-чуть приоткрыть вот эту завесу? Безусловно. Откуда к нам приехал Андрей Владимирович? Скажем так, вы предприниматель по жизни были? У меня сейчас отвечу. Вот если это прям вот не совсем тайно. Приоткройте. Нет, это, конечно же, не тайно. И, знакомясь и выступая на и на съезде, всегда я стараюсь рассказать, что вообще жизнь, она всегда имеет определенные витки в развитии, в каких-то там контактах и прочее. Я с Дмитровским тогда районом был знаком еще с очень давних времен, когда, будучи студентом Московского института инженера железнодорожного транспорта, МИИТ, да, МИИТ, а на протяжении пяти лет участвовал в борьбе за урожай. Вот это да. На разных совершенно участках, но в основном это были, естественно, сельскохозяйственные предприятия, расположенные в этой, если правильно я назову, Бунятинской пойме. Бунятин, да. Бугачева, Бунятина, Совхозтехникум, Яковский Совхозтехникум. Совхозтехникум, Совхоз тоже, по-моему, Бунятинский был. Мы на протяжении осенних месяцев бились за урожай, причем бились по-настоящему, с полной отдачей и достигая нужного результата. Дальше, как бы, моя жизнь, она складывалась, конечно, в основном, практически прошла, можно сказать, в Москве. Я, закончив институт, работал в разных местах в Москве, но по виду деятельности я все-таки в основном занимался некой хозяйственной деятельностью. Я был руководителем, директором, генеральным директором различных акционерных обществ, государственных унитарных предприятий, которые, если говорить там про Москву, решали, ну, серьезные вопросы, там, например, управления имуществом Москвы. И вот мой богатый, как мне кажется, все-таки опыт решения практических вопросов, которым сталкивается любое предприятие, это и правильность введения бухгалтерского учета, и взаимоотношения с внешними какими-то там органами. Они мне все знакомы, не по учебникам. Должен сказать, что у меня также был период жизни, связанный уже с Московской областью. Я на протяжении там около года трудился заместителем министра имущественных отношений Московской области, и поэтому мне также знакомы вопросы, которые надо бы решить и которые возникают в практике работы бизнеса при там оформлении прав на земельные участки, на объекты недвижимости, которые, так сказать, предоставляются в определенном объеме муниципальными властями, муниципалитетам нашим, и, может быть, не только им, и там федеральные. Ну, там разные, да, там объекты собственности могут быть разные. У меня был период жизни, значит, причем, скажу честно, это был такой, два раза, можно сказать, службы в Министерстве обороны. Значит, причем, скажу сразу, что это не была деятельность военного специалиста. Я работал на протяжении почти двух лет руководителем Центрального территориального управления имущественных отношений Министерства обороны. То есть это Центральный федеральный округ, военное имущество, которое, так сказать, в этот период активно передавалось военные городки в муниципальную собственность. И я сейчас уже не могу вспомнить конкретно примеры моей передачи чего-либо в Дмитровский тогда район. Но я уверенно говорю, что под многими актами передачи тех военных городков, которые были переданы там 3-4 года назад, стоит моя подпись. Но это была у вас гражданская должность? Это была гражданская служба, но это была должность как бы в составе. Ну, вы знаете, Минобороны есть люди, которые аттестованные, носят погоны. Погоны, а вы были неаттестованы. Мы были неаттестованы, но выполняли работу достаточно серьезную и большую. Вторым моим опытом работы, как ни странно, был опыт работы в таком тоже военном акционерном обществе, которым является военторг. Я в свое время был приглашен руководителем, руководством холдинга. Это холдинг, это вы знаете, что такое военторг. Это очень много, и вот эти замечательные мероприятия по сопровождению армии на Кубинке. Но это в то же время и система обеспечения, оставшаяся, она, конечно, претерпела значительные уменьшения за период известных событий с реорганизацией армии, которые были на предыдущем этапе. Все равно у нас было порядка 150 точек по Центральному федеральному округу. И мне было поручено воссоздать систему под названием военторг Москва. То есть это порядка было полутора тысяч работников, я сказал 150 точек по всей Центральной части. Я там тоже трудился. И вот на протяжении последующих периодов, там, всюду я прекращал работать по нормальным совершенно... Объективным причинам. Объективным причинам. Они были разные, я не буду в них сейчас углубляться. Но когда возникла ситуация вот с уже тем, что сейчас у нас происходит, и смена произошла руководства в нашем городском округе, то так получилось, что я получил предложение от главы выступить в качестве его советника на общественных началах по налаживанию отношений и работы с бизнес-сообществом. Логично тем, что то, что мне, как бы основной мой кругом интересов и задач, было изучение и налаживание взаимодействия с торгово-промышленной палатой. И совершенно, на мой взгляд, логично, когда встал вопрос о том, что происходит такая ротация кадровая. Я в этот момент уже работал вице-президентом торгово-промышленной палаты. Ну и дальше, как бы, вот эта ситуация с передачей мне обязанности исполнения обязанности президента. Предпрезидента. Понятно. А что вы цените в людях? Вы знаете, я в людях больше всего ценю конкретность и профессионализм. Потому что человек должен уметь четко сформулировать, что он хочет сделать, что ему мешает это сделать. И должен профессионально и ответственно выполнить эту задачу. Свободное время у Андрея Владимировича Метелица остается? Ну, остается. Я вообще люблю очень... И опять же, опять, это вот история про Дмитровский район возникает. Потому что на протяжении почти всей своей сознательной жизни я увлекался горными лыжами. И, соответственно, все склоны, там, Яхрома, Волин, Сорочаны и так далее, клуб Тягачева. Леонида Тягачева. Это все те места, где я, как житель, с удовольствием осваивал и продолжаю сегодня осваивать. Плюс, не скрою, у меня большое увлечение на протяжении последних лет таким, может быть, не совсем массовым видом спорта. Это гольф. Ну, гольф-поля опять у нас в Дмитровском районе. Который же опять является... Дмитровский район является, мне кажется, просто центром России даже, мне кажется, в Московской области. Точно. Хобби какое? Ну, практически я их назвал. Ну, спорт? Спорт, спорт. Театр, музыка, книги, машины. Ну, вы знаете, как бы хобби, это, на мой взгляд, нечто, что там отнимает очень много времени и в чем-то и чем-то преуспел. Но я, честно говоря, ничего не коллекционирую. Вот так я отвечу. Вот. Очень много времени занимает, ну, я много времени уделяю семье, потому что у меня, скажем так, в моем сегодняшнем семейном положении, который уже продолжается скоро 20 лет, то есть у меня второй брак, но 20 лет уже, я как бы так очень, как бы, постоянен в своих этих интересах. У меня растет дочка, которая увлекается очень активно спортом, таким красивым, бальные танцы, достигает очень больших этих результатов, результатов, да, чемпионка там Москвы и так далее. Я постоянно ее сопровождаю тоже по возможностям. Вот это мое, пожалуй, хобби. Да. Понятно. И последний вопрос, про личное. А мечта есть у вас? Ой, сложно. Ну, наверное, есть мечта. Ну, как у нормального любого человека, чтобы ребенок, дочка, там, став уже совсем свершеннолетней, если у меня пока нет 16 лет, смогла найти себя в этой жизни. Ну, наверное, вот так. То есть, сказать, мечта там полететь в космос уже ясно у меня отсутствует. Ну, а почему бы? Ну, нет, 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 наверное, уже нет. То есть, мечты такой, хорошо, про космос, если, допустим, сюда пригласить, реализовывать Илона Маска, какую-нибудь идею, дерзкая мечта. Вы знаете, я так скажу, я, честно говоря, трудоголик. И реалист, судя по всему. Да, и реалист, да, да. Я очень увлекаюсь работой. Сегодня я очень, как мне кажется, увлечен работой в новом для меня, безусловно, как вы сказали, статусе руководителя торгово-промышленной палаты. Это, я думаю, мы чуть позже коснемся нее, но это очень, несмотря на все-таки мой жизненный опыт разных, так сказать, общений с разными структурами, государственными и частными, это новый вызов. Это новый вызов. Я люблю принимать вызовы. Я люблю постоянно совершенствоваться в плане обучения. Я всегда говорю своим коллегам, что никто не может знать истину в последней инстанции. Всегда нужно быть готовым услышать чужое мнение и из него подчеркнуть что-то нужное для решения той задачи, которую сегодня мы решаем. И принимать гибкие, разумные решения. Да, безусловно. И ценить, хочу еще тоже отметить, это, наверное, очень важно. Меня работа в Москве, основная моя жизненная часть прошла под руководством, к сожалению, уже ушедшего Юрия Михайловича Лужкова. Но работа в большой команде нас приучила работать с теми кадрами, которые уже на месте существуют, мобилизовывая их на решение текущих задач, устраивая с ними коммуникации, никогда не рубя, как иногда бывает, с плеча. Я думаю, что мне это здесь тоже удастся. Вместе с тем, торгово-промышленная палата для большинства людей, как будто заседают такие люди в пиджаках, все такие серьезные, решают какие-то глобальные проблемы. Но можно приоткрыть завесу? Как выстраивается повседневная работа торгово-промышленной палаты? И вот, например, непосредственно вашей. Это действительно какая-то череда заседаний, собраний каких-то или нет? Ну, спасибо за вопрос, как говорят. Я сейчас попробую пояснить. Ну, вообще, уходя от протокольного языка, общаясь с коллегами сейчас в палате, я прихожу к выводу, и я думаю, что это верный вывод, что торгово-промышленная палата – это место встречи. Место встречи бизнеса и администрации. И других заинтересованных сторон. Да, других заинтересованных сторон. То есть сама палата, она ничем не торгует. То есть это не место, где совершаются торги. Ну, это естественно, это не ярмарка. Ну, название-то есть торгово-промышленное, кто-то, может быть, и подумает так. Нет, это скорее открытый клуб, где, в принципе, не только член Союза, потому что если говорить там о численности членов палаты, членов Союза, это Союз, как я говорил, и общей численностью предпринимателей все-таки… Это две большие разницы. Да, это нет, это просто колоссальные разницы. Это порядок цифр. То есть это причем не является какой-то проблемой Дмитровского района. Во всех районах соотношение членов палат и общего количества бизнеса примерно одинаковое и как бы не сильно большое. Вот, поэтому как бы для развития потолок большой. Но надо отметить, что ни наша торговая палата, ни другие, как я знаю, палаты, они непосредственно за численностью не гонятся. Важно именно привлечь к работе как можно ближе, большее количество представителей бизнеса. Как это происходит? Торговая промышленная палата раз в пять лет собирается на съезд. Но это как бы достаточно редко и вот это массовое мероприятие, причем оно опять же… Это отчеты. Да, это отчеты и выборы, да, совершенно верно. В повседневной жизни наша сегодня Дмитровская торгово-промышленная палата работает в комитетах и советах. Их 14. Они, их количество и их тематика не являются чем-то навсегда установленным. Потому что объединение предпринимателей, оно возникает на основании пожелания предпринимателей. Я приведу пример. У нас существует очень такой немассово представленный в других палатах, например, комитет женщин предпринимателей. Да, есть. Да, мы все знаем его. Там очень активные женщины. Да, очень активные, да. Есть комитет ремесленников. Да. Вот я, кстати, хотела про этот вопрос задать. Да, ремесленников. Мы сейчас тоже с ним. Могу сказать, что я хоть достаточно недавно тружусь, как вы знаете, в палате, но мне уже удалось, как мне кажется, поприсутствовать на всех комитетах. И уже это идет по второму разу. И могу сказать, что вот эти заседания комитетов, это не встреча в галстуках. Вот, честно скажу, галстук одел сегодня, что прийти на эфир. В обычной жизни и проводя мероприятия в палате, а их в год проходит... Порядка двухсот. Несколько сотен, на самом деле, мероприятий разного уровня. Мы стараемся общаться неформально, и могу вас заверить, что это общение получается. То есть никаких вот таких штампов, как это, ну, может быть, кому-то показаться, там, президиум, там, разрешите взять слово, такого нет. У нас это все происходит за круглым столом. То есть очень демократично. Да, мы садимся за круглым столом. Постоянно открытый разговор, к которому может присоединиться любая заинтересованная сторона. Мы приглашаем на заседание наших советов и комитетов, а это и есть, как бы, основной, ну, то есть их два, я потом поясню, вот, внутренний, как бы, механизм работы, это вот заседания эти, которые собираются руководителем комитетов. То есть они приходят и говорят... Есть идея такая, да? Нам дайте, пожалуйста, зал. Вот, мы даем зал, естественно, мы же обеспечиваем. Ну, каворкинг-центр. Да, в каворкин-центре. А, или на третьем этаже, так. Не, на втором этаже. На втором, так. На третьем, там, большой зал. Это более такой... В общем, есть идеи, дайте мне... Нет, каворкинг-центр зал. Да, мы приходим и садимся, и слушаем идеи, но мы предварительно спрашиваем там, а вам для того, чтобы это обсуждать, кто нужен для административного звена? Ведь мы же, как бы, как я уже сказал, будучи не просто какой-то там общественной организацией. Вы консолидируете. Мы, ну, в принципе, власть, на мой взгляд, и, по крайней мере, в нашем округе, достаточно внимательно относится к нашим просьбам прислать своих представителей. И почти ни одно заседание комитета не проходит без их участия. Да. Где мы обсуждаем... Сложившись какую-то проблему, да. То есть предприниматели видят и могут задать вопрос, видят обратную реакцию. Мы, соответственно, послушав, потом планируем какие-то еще мероприятия в развитии решений. Причем вопросы, я бы сказал, не носят такой мессенческий характер. То есть это не вопрос конкретного, там даже обиды какой-то там или там решение чего-то там. Там, дайте мне, там, условно, там земельный участок, да. А, например, какие вопросы выносятся? Ну, например, вот только что я пришел сюда заседание комитета учебных наших... Заведений. Заведений, да. Где вместе с администрацией мы обсуждали тему... У нас, я даже хочу, наверное, про это и сказать. У нас в марте месяце будет форум «Кадры для экономики». Традиционный. Да, он традиционный. Он, безусловно, имеет свою нашу дмитровскую специфику. Он будет проходить два дня в центре «Экстрим парк», называется. Я могу путаться, да. Вот. И как раз он нацелен во большой степени на жителей. То есть мы обсуждали положение о этом конкурсе. Наши предприниматели окружные и палата выделили деньги на гранты. Сейчас пройдут некие кустовые соревнования по рабочим специальностям. Их там, по-моему, 11 или 12. Компетенции. Да, компетенции, они пройдут в трех местах. И победители, значит, придут на этот форум, и мы их вместе опять с предпринимателями нашими поздравим и поощрим денежными премиями. Это будут денежные премии. Но это будет уже и как пропаганда, и поддержка именно рабочих специальностей, в которых остро нуждается сейчас Дмитровский округ. И плюс я знаю, что эта выставка, она же всегда носит второй характер, профориентационный. Там очень много школьников приходит. Да, мы планируем, мы обсуждали это с нашими представителями администрации, кто отвечает за образование, о том, что обязательно туда будут приглашены... Ну, выпускники, выпускный клод. Ну, даже не выпускные, выпускные. Ну, 8-й, 9-й, 10-й. Как раз наоборот, да. Вот то, что вы сказали, те, которые находятся на стадии профориентации, они будут туда приглашены. В один из дней будет, пройдет родительское собрание для родителей, которые думают о том, как надо детей дальше, так сказать, куда пристраивать. Ну, это в школах будут проходить? Нет, прямо там, на форуме. А, прямо там, на форуме? Он был и в том году, и в этом он взял. Нет, я говорю, он традиционный, ежегодный. Да, да, да. Ну, я просто рассказываю, раскрываю определенный формат. Интересно. Да, родительское собрание будет. То есть, это такое, ну, вот, как бы, ну, это, надо сказать, что мы, как бы, ведь я уже говорил, что мы работаем в рамках нашего Всероссийского, Всероссийской торгово-промышленной палаты. Там есть, естественно, так сказать, куча уже кристаллизованных идей, направлений работы, которые мы, как палата... Подхватываете? Подхватываем, да. Да, мы сегодня там участвуем в каком-то количестве там программ, которые идут вот под эгидой, как бы, торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Мы, значит, есть еще такая отдельная программа, называется «100 проектов под патронажем президента торгово-промышленной палаты РФ». Интересно. В области, причем, социального, семейного бизнеса, семейного бизнеса. И начиная уже с прошлого года, и в этом году мы намерены туда заявить вместе с нашими предпринимателями три... Семьи. Три семьи, да, да. Вот. Ну, мы отдельно просто потом по ним дадим... Информацию, да. Люди все местные, знакомые наверняка. Вот. Мы их поддерживаем все вместе. Ну, вот, кстати, поддержка профориентационной деятельности, которую проводит торгово-промышленная палата, она вот находит просто огромный отклик среди родителей, среди подростков. Как раз вот семь, восемь, девятый, десятый классы. Потому что ваши вот... Ну, я не могу сказать акции. Это, наверное, программы все-таки, да? Без турникетов и путевков в жизнь. Это просто замечательная программа. Да. Причем я добавлю, если вас... Извините, что я уже перебил. Это находит отвлеки среди предпринимателей. Даже... А почему? Ну, потому что деньги... Ну, потому что это их кадры. Это же кадры для экономики. Ну, потому что вот с моей точки зрения... Они ответственные люди, девочки. Нет, организовать вот в рамках программы без турникетов приход подростков на фабрику, это ведь связано, да, это связано с определенными нормами по безопасности. Это все-таки производство, а это подростки, дети, не дай бог, да? Тем не менее, я знаю, что предприниматели идут на это. В прошлом году там, по-моему, порядка 50, если не больше, участвовало предпринимателей в этой акции. И школьники шли. Это находит отклик большой, создает определенное напряжение. Но я повторяю, у нас в округе, ну, опять же, не могу не сказать про Макарова Игоря Владимировича, который является председателем и Совета директоров в нашем образовании муниципальном, и председателем Совета Палаты, это еще такой орган, как бы, второй, да, то есть он, как бы, вот, ну, второй по значимости, или, может быть, первый по значимости. Первый съезд, второй совет, ну, и потом третий президент, как бы, и правление, на самом деле. А вот он, давая пример и, как бы, агитируя своих коллег, с которыми у него очень долгие отношения, он все это дело мобилизовывает, и все работает. То есть вот на этом вот кадре для экономики у нас будет вручаться, призы будут вручаться именно руководительные предприятия, которые, как бы, участвуют. Очень активно в этом участвуют. Да, а всех остальных мы пригласим. Так мы хотим расширить вот эту вот географию этих дней открытых, дней пистурникетов, ну, дней открытых дверей на предприятиях. Мы планируем пригласить туда еще тех, кто не участвует в предпринимателе, чтобы они посмотрели, что это не профанация, то есть это не заседание в ГАЗ, как мы уже обсуждали, это живая работа, за которую ни денег не заплатят, ни наград не дадут, но она востребована. То есть это глаза ребят, которые там были. Нет, которым реально интересно. Да, и которые потом в итоге должны в каком-то количестве освоить специальность. Да, да, кто-то выберет. И заполнить вакансии те, которые сегодня во многом есть. Но, например, в днях без турникетов, как я поняла, участвуют только те предприниматели предприятий, которые являются членами торговой промышленной палаты, да? Вы знаете, я думаю, я не могу, но я думаю, что нет, потому что когда мы говорим про комитеты, а это работа совета, совета директоров, там численность внутри этого совета... Гораздо больше. Да, больше. То есть там не все члены союза. Нет, нет. И в комитетах бывает, ну, даже треть. Вот я когда прихожу на состояние комитета, там собираются члены комитета, их собирает председатель. Он, как правило, лидер. Лидер, да. В своей какой-то отрасли. Там не только члены. Понятно. Андрей Владимирович, вы среди двух основных направлений деятельности торговой промышленной палаты назвали защиту интересов предпринимателей. Причем, как я понимаю, предприниматель любого, будь это крупный бизнес, мелкий или средний. Вот в моем понимании тоже, а зачем защищать предпринимателей? У нас есть законодательство, да, есть целая система правоохранительных, судебных органов. Вроде бы все четко расписано, прописано. Там закон, да, а торгово-промышленная палата, это фактически, ну, это общественная, некоммерческая организация. Так, да? Так вот, как торгово-промышленная палата может защитить предпринимателя? Ну, вы знаете, наверное, тут надо говорить о том, что защита интересов, это не только защита впрямую, когда уже что-то нарушено. Ну, конкретно каких-то, да? Хотя и это имеет место. И на практике место быть. И более того, я могу сказать, что мы, надеюсь, на этой неделе мы соберем некий круглый стол в палате. Я уже, так сказать, сегодня подписал приглашение, где мы обсудим некие изменения в уголовно-процессуальный кодекс, который вносится по инициативе торгово-промышленной палаты РФ, которая будет четко указывать на торгово-промышленную палату как защитника... Субъект защиты. Да, как субъект защиты при рассмотрении предпринимательских различных... Дел, связанных вот с бизнесом. Ну, и сегодня, конечно, у нас есть механизмы привлечения. По просьбе любого подсудимого к его защите может быть привлечена любая общественная организация, ну, и, конечно, торговая палата. Но мы сегодня пытаемся, так сказать, эту тему вместе с торгово-промышленной палатой РФ даже вынести на уровень законодательной... На более серьезную. Но, повторяю, я думаю, что защита интересов, она неразрывно связана с представлением этих интересов. Озвучивание, да, интересов. Нужен некий модератор в общении между бизнесом и властью. Я такое слово использую, наверное. То есть... Но чтобы каждый предприниматель не ходил, скажем так, во власть, не стучался и не говорил, вы знаете, ребята, у меня вот такая проблема, а давайте мы что-то изменим. Аккумулировались эти идеи у вас? Да, мы должны разделить. Юридически формулировались? Да, у нас есть. Нет, у нас вообще есть, чтобы было тоже, может быть, я немножко уже так сказать. Сумбурно излагаю. Значит, у нас есть вообще, конечно, юридическая группа внутри палаты, куда каждый предприниматель, особенно член палаты, и не только, в принципе, все приходят, может обратиться. За помощью, за консультацией. За юридической консультацией. Да, да, да. Понятно, что это общая консультация. Каждая проблема требует детального изучения, там, и работы определенной. Но, я повторяю, главная задача как-то попытаться выявить не только конкретно, то есть вопросы же есть общего характера, есть вопросы, которые носят системный характер, которые требуют, может быть, иногда даже непрямого ответа или решения, и даже находятся, может быть, за рамками компетенции муниципального образования. Но, повторяю, и мы все знаем, что у руководителя нашего округа, у главы округа, есть советы, есть много всяких инициатив, которые они могут проявить и применить для продвижения тех или иных проблем. Вот, ну, например, на последнем заседании комитета фермеров, фермеров мы как бы услышали, и сейчас будем думать, как нам тоже помогать продвигать ситуацию, что в ближайшее время вводится обязательная сертификация, точнее, не сертификация, а вот марки, когда наклеивают... Маркировка и идентификация. Маркировка и идентификация, да-да-да, молочная продукция. Продукция, да. Что, безусловно, если она войдет в том виде... По-моему, с первого марта уже. Да, с первого июня, по-моему. А, с первого июня. Если она войдет сейчас в том виде, как она записана, ну, она очень болезненно... Предприниматели разорятся, фермеры. Да, по нашим фермерам, хотя мы все знаем, что одним из, как бы, локомотивов развития нашего... Сельского хозяйства является... Нашего округа является сельское хозяйство. Сельское хозяйство, оно у нас в приоритете. Да-да-да-да, помимо там всех остальных, которые мы знаем тоже. Вот, поэтому вот так. Понятно. Вот, кстати, про фермерство, потому что это все-таки то, что кормит людей, население. Это некая даже, скажем так, основа. Тем более, еще более чем уже сто лет назад премьер Российской империи Столыпин, да, делал свою знаменитую реформу в мечтах и в цели создать именно крепкое фермерство, крепкого хозяйственника на земле, чтобы он кормил и всю Россию, и весь мир. Сейчас фермерство, конечно, не развито так широко, как нам бы, наверное, хотелось. И вот у вас есть целый комитет, да, который по фермерству. А как вот поддерживается фермерство со стороны торгово-промышленной палаты, чтобы фермеры развивались, были более эффективны? Давайте еще раз поясню. Торговая промышленная палата не является местом, которое выделяет деньги. То есть мы, во-первых, не имеем никакого доступа к бюджетным финансированиям. Мы, значит, я должен, наверное, сейчас немножко рассказать еще про одно направление, или про реальность сегодняшнего дня, который мы, так сказать, проект, который мы сегодня вместе с Министерством по инновациям, инвестициям и инновациям области реализуем. Эта программа называется «Мой бизнес». Я надеюсь, что многие, может быть, заметили, например, бизнесмены заметили, а я сейчас, воспользовавшись эфиром, безусловно, еще расскажу. Что с июня месяца при входе в торговую промышленную палату начал работать офис «Мой бизнес». Это аналог уже, наверное, всем хорошо знакомого и оцененного, я надеюсь, способа общения с решением своих задач, как одно окно. За прошедший менее полугодовой период туда обратилось более тысячи предпринимателей. Причем специфика этого одного окна для них заключается в том, что консультации по основным вопросам, причем таким специальным даже вопросам, они получают бесплатно. И быстро. И быстро, и качественно. Дело в том, что вот эти оплаты, эти консультации, она происходит за счет... Это не структура, повторяю, торгово-промышленной палаты, но это место... Совместный проект. Ну, да, совместный проект, потому что сегодня, насколько я знаю, в Московской области работает не в каждом муниципальном образовании. Наша одно из первых. И я недавно встречался с руководством министерства инвестиций и инноваций. Ну, по крайней мере, тройки призеров лучших палатов. Мы идем. Возглавляет очень небезразличный к своей работе человек Анна Полякова. Так вот, значит, работа этого одного окна для бизнеса, она заключается и в простых консультациях, и в подготовке, опять же, за деньги, которые не тратит сам бизнесмен, особенно это важно для начинающих, с каких-то сложных там вещей, например, там, бизнес-плана. Это требует денег, иногда там это исчисляются, они в реальности на рынке, там, сотнями тысяч рублей. Но, насколько я вот знаю, реальный наш бизнесмен, который обращается, он платит всего 10%. Остальное доплачивает бюджет. Дальше, через эту вот структуру вот этого моего бизнеса, значит, бизнесмены, конечно, не все, а те, которые работают, в первую очередь, в производственных сегментах, в производственных сегментах, получают субсидии. Они, конечно же, даются на, как и любые субсидии, на конкурсной основе. Это требует подготовки и документации, и прохождения определенных процедур. Но это работающий механизм. И, значит, в прошлом году, по-моему, около 14 наших предпринимателей, не фермеров. То есть фермеры, вот фермеры являются приоритетной отраслью. Я, может быть, не пояснил. То есть сельское хозяйство является приоритетным. И через систему поддержки, которая реализуется при нашем участии, то есть мы оказываем тоже конституативную помощь. Ну и потом, как бы, вот это место соединения мы. Значит, деньги выделяются на модернизацию производства. И уже есть примеры, когда эти деньги получены. И эффективно использованы. Такая же программа, кстати, поддержки вот таких направлений производственных малого и среднего бизнеса есть и из бюджета нашего родного округа. Дмитровского городского округа, да. Если я не ошибаюсь, на следующий год, по-моему, порядка 11 миллионов. На этот год. Ну, на этот, да, на этот год. Порядка 11 миллионов рублей запланировано. Но это, конечно, не супер какие-то деньги. Но с тем не менее, это реальная помощь. Но это реальная кточечная помощь. Причем самое интересное, что вот мы попытались как-то оценить информированность. Бизнес-сообщество, всех этих мероподдержки. Около трети, к сожалению, бизнесменов, и в нашем тоже округе, знают о том, что им еще есть. Поэтому я, пользуясь возможностью, приглашаю всех... В торгово-промышленную палату. И в торгово-промышленную палату, и в наш, это вот, одно... Окно, мой бизнес. Да, мой бизнес для получения инвестиций. На втором этаже. Да, и не скажу, что это просто. Это требует от них усилий. Потому что это мало придет сказать, дайте мне деньги. Надо четко сформулировать, сформатировать свой проект. Показать, как ты будешь достигать результата. То есть, это, конечно, работа. Но, тем не менее, в конце будет результат. Реальная поддержка. И она уже, я говорю, повторяю, она уже наступает. Мы это видим. Сегодня все отчитываются не на словах, что называется. Конкретными результатами. Коворкинг-центр. Тоже очень интересный проект. Он реализован, на ваш взгляд. Насколько он успешный? Можно ли его развивать? Ну, слово развивать я, наверное, пока отброшу. Но, по крайней мере, поддерживать его точно нужно. Это опять, это вот инструмент встречи. То есть, это, во-первых, возможность занять на непродолжительное время укомплектованные рабочие места для какого-то подготовки чего-то по своему бизнесу. Это не юридический адрес, повторяю. Это другая тема. Вот это ты пришел, поработал. А дальше это место, где ты можешь там выставить себя как-то показать. Можешь организовать вместе с своими товарищами, опять же, объединенными все эти комитеты, как я сказал, советы, какие-то мероприятия. То есть, это такой живой механизм. Он работает. Гибкий и очень пластичный. Да, я думаю, что он будет развиваться. Не скрою, что он сделан на тех площадях, которые нам переданы безвозмездное пользование. Это наша, поэтому, социальная задача его поддерживать. Но мы это делаем. И будем делать дальше. Международное сотрудничество Дмитриевской торгово-промышленной палаты всегда, в общем-то, было, присутствовало и развивалось. У нас активные достаточно связи, насколько я знаю, ну, помимо ряда государств, образованных из бывших союзных республик, это с Италией, с Германией, с Голландией, с Польшей. Перспективы развития. Есть ли какие-то планы еще с кем-то подружиться и наладить именно деловые отношения? Ну, палата, как бы, как муниципальная палата, имеет какую-то программу, но она в основном связана с участием в чем-то. Мы активно участвуем в той внешней деятельности, и она внешнеэкономическая деятельность, которую ведет наша окружная администрация. Мы практически всегда встречаемся с делегациями бизнесменов. Мы получаем по своим, как я уже говорил, системе торгово-промышленных палат РФ, постоянно информацию о тех или иных предложениях контактов и внутри страны, и за рубежом. Ну, в данном случае мы, скажем, в большей степени, конечно, доводим ее до сведения. Сказать, что я увидел серьезную обратную связь, ну, я бы так пока не сказал. Я очень осторожно скажу, ну, просто, видимо, это связано с спецификой бизнеса самого в нас. То есть он должен быть... Достаточно консервативен? Нет, 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 он должен быть просто ориентирован на такие операции. Хотя есть, безусловно, есть, но вот боюсь, что я каких-то таких особых интересных фактов сейчас... Пока нету. Не приведу, но мы постоянно эту работу держим в поле зрения, конечно. Андрей Владимирович, скажем так, предприниматели ведь должны еще активно рассказывать о том, чем они занимаются, что есть. Этому способствовала такая деятельность торгово-промышленной палаты, как проведение различных выставок, ярмарок. Вот одну из них вы назвали, и отрадно, что традиция сохраняется, эта выставка будет проводиться вновь. Это кадры для экономики. Планируется ли на 2020 год еще какие-то, ну, крупные выставки, может быть, ярмарки, в которых будут участвовать наши предприниматели? Вы знаете, я так отвечу на этот вопрос. Мы, опять же, в силу своей погруженности в систему, мы постоянно предлагаем нашим предпринимателям, и они откликаются. В конце того года у нас была выставка в экспоцентре, где тоже наши представители тоже семейного бизнеса присутствовали. Что касается, как бы, развития Дмитрова как центра ярмарочной торговли... Ну, не торговли ярмарки, ярмарка в плане, что рассказ, вот моя продукция, вот такая вот она... Мы, скажем, ну, мы не являемся в данном случае как торгово-муниципальная промышленная палата организатором. Ну, по крайней мере, то, что я вижу пока, вот, и нас планы ближайших, может быть, на сегодняшние дни нету. Но мы, безусловно, подумаем, как это сделать, но, повторяю, мы постоянно пытаемся и с успехом определенным наших предпринимателей... Проталкивать к тому, чтобы они участвовали в областных и федеральных... В областных, короче, федеральных, потому что вы знаете, что экспоцентр является, так сказать, центром... Федеральным, да. И центром как раз торгово-промышленной палаты. Вот, поэтому эта деятельность будет проводиться, да. Особенно, вот, я, может быть, еще повторю, я встречался с ремесленниками, мне очень, конечно, понравились вот люди, которые своими руками делают очень много красивых вещей. Мы тоже сейчас с комитетом, с ремесленниками думаем о том, как... У них тоже ярмарочная деятельность, ну, скорее, ярмарочная, а не выставочная, но выставочная. Так это, получается, люди больше индивидуальные предприниматели, да, как я понимаю, ремесленники? Даже в какой-то части и самозанятые, это тоже новая тема, как вы знаете, самозанятые. То есть то, что делают своими руками. Это художники, наверное, да, вот, там, ну, я не знаю, там... Швеи, там, я не знаю, дизайнеры, там, не знаю, там очень много... Да, кукольники, бисеропрессии. Да, люди очень интересные, конечно. Творческое такое свое... То есть ваш комитет по ремеслам, это, скажем так, объединение очень творческих людей. Да, мне было очень интересно с ними находиться, они молодцы. Вот мы сейчас ищем для них тоже какие-то формы. То есть для них какая-то будет организовываться площадка, скажем так. Ищем, да, ищем. То есть у меня там есть предложение, там, использовать... Ведь люди с удовольствием... Удовующие площади торгово-промышленная палата, они тоже есть, но они, может быть, не очень, как бы... Удобные. Удобные, да, да. Ну, найдем какие-то решения, там, есть планы, не буду пока говорить. Потому что это было бы здорово. Вот, кстати, вот какая-нибудь типа ярмарка мастеров, да? Да, да, да. Вот как в интернете. И ведь пользуются достаточно бешеной популярностью то, что сделано своими руками и востребовано у людей. Дмитров, мы это еще не говорили, но я думаю, что Дмитров имеет большую перспективу. Как центр туризма, и здесь тоже, как бы, у нас есть тоже комитет по туризму. Да, но это... И очень такой активный, и мы думаем о том, как, так сказать, предложить администрации свои силы и возможности для реализации программы превращения Дмитрова вообще, так сказать, в элемент даже золотого кольца, могу сказать. Есть такие даже у них, у нас вместе бизнесом, нашим идеям. Бизнес здесь может помочь только, наверное, чем? В первую очередь, это серьезным развитием инфраструктуры, принимающей. Интересом, да, показом себя, там вот все такое, что мы говорили. В том числе, да, там та же самая ярмарка мастеров. Это достаточно было привлекательно для туристов, кстати. Я думаю, что это было бы тоже хорошим кладом и в бюджет нашего округа и так далее. Ну да, в конце концов, все-таки Дмитровский край всегда славился местами, ведь до революции Фидоскина было наше, Абрамцева было наше, Шахматова наше, Боблова наше. То есть все самые известные ближайшие усадьбы входили в Дмитровский уезд. И вот, кстати, мой, потому что прямой эфир у нас подходит к концу. Да? Да, да, час пролетел быстро. Вот хотела задать, потому что Дмитровский уезд всегда славился своими предпринимателями. Фамилия Лямины, Толоконникова, Гарднера, Мамонтова, это не только громкие фамилии в истории русского предпринимательства и купечества, да, ведь купцы это предприниматели. Конечно. Но они еще славились своим и меценатством. Наши предприниматели под эгидой той же торгово-промышленной палаты ведут такую деятельность меценатскую. Например, вот какую... Ну, пример кадров для экономики, прямой пример помощь сиротам. Детям, оставшимся без поручения родителей. Да, без поручения родителей. Все это имеет место быть, и, значит, и палата непосредственно имеет курируемую... Сферу определенную социальную, да? Конкретного человека, на самом деле. Не буду раскрывать. Да, мы помогаем. Предприниматель каждый закреплен за конкретной какой-то семьей, человеком, ребенком. Да, 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 и мы тоже, как палата, тоже закреплены. Мы себя закрепили, и каждый месяц я раскрою тайну, мы помогаем. Ну, это очень здорово. Да, нет, здесь вот могу сказать, что вот как бы инициатива, идущая снизу, и умение вообще как бы организовать свой реальный досуг, конечно, в Дмитрове вызывает большое уважение. И я уже принимал участие, там, судил конкурс, могу неправильно назвать, женщин, многодетных мам. Там, забыл, как называется, правильно? Ну, там, мама топ-10, по-моему, да? Или вот что-то типа такого. Я поняла. Ну, вы знаете, это потрясающее было, так сказать, действие, которое было у нас в нашем этом выставочном центре. Вот, я имею в виду городском, окружном, ну, просто это не, опять, это никакая не дежурное мероприятие, которое там иногда там, в Москве мне приходилось участвовать. Это жизнь реальная, которая создается и реализуется руками и интересом бизнесмена, в первую очередь, там, наш женский бизнес, там, у нас есть еще замечательный комитет, тоже возглавленные женщины, там, риэлторов, ремесленников, как я уже говорил, вот они все вот там тоже участвуют. Ну, в принципе, возможности приложения именно меценатских наших предпринимателей у нас в Дмитриевском городском округе очень много. Мы надеемся, что у нас, как и бизнес, будет успешно развиваться все-таки, да, в районе, что частных предпринимателей и малого бизнеса, и среднего будет все-таки больше. Соответственно, это больше возможностей у нашей экономики, это наша стабильность, и, соответственно, значит, наши предприниматели будут все больше и больше меценатствовать. То есть от этого выиграют уже все. Да, и платить налогов, и, соответственно... Ну, это экономическая сфера, да, это развитие уже. Да, и, соответственно, социально-экономическое развитие будет развиваться, и он будет еще лучше, красивее. — Андрей Владимирович, ну вот время нашего эфира, все, несколько минут остается. У нас есть такая маленькая добрая традиция. Гость в конце может либо что-то пожелать, сделать какое-то обращение ко всем нашим телезрителям, либо же к своим коллегам, что-то сказать доброе, напутственное, или вот просто попрощаться. Есть что сказать? — Ну, попрощаться, конечно, я буду, и еще там сколько у нас минут осталось? — Четыре. — Четыре минуты, но это достаточно много. За три минуты можно добежать очень далеко. Я думаю, что хотелось бы, мы не ставим задачу, конечно, массового влечения новых членов, но нам бы очень хотелось, сохраняя традиции палаты, я об этом мало, кстати, сказал, но, наверное, в завершении я еще раз скажу, что Валерий Андреевич Логачев, он не ушел в какой-то там далекую орбиту, он еженедельно бывает в палате, мы с ним постоянно сверяем наши планы, он продолжает трудиться как наш представитель в торгово-промышленной палате области. Вот мне бы хотелось, чтобы, сохраняя традиции, мы еще также увидели людей, которые бы захотели что-то свое предложить, предложить даже не торгово-промышленной палаты, мы повторяем им механизм реализации идей бизнеса, которые, безусловно, требуют поддержки администрации. Поэтому приходите в палату, будем обсуждать, даже если вы не будете членами палаты, мы будем искать какие-то там механизмы решения, причем желательно, и ваши, конечно, локальных задач каких-то частных, ну а если есть идеи, которые направлены на улучшение нашего округа, решение таких каких-то более серьезных задач, тоже будем очень рады. Поэтому всем хорошего вечера, я надеюсь, что я сумел как-то, так сказать, заинтересовать, может быть, каких-то новых людей нашими возможностями. Они у нас очень большие, но в первую очередь зависят от членов палаты. То есть мы... Или тех, кто хочет быть услышанным вами. Да, да. Мы не являемся, так сказать, безусловно, вот... Закрытым клубом по интересам. Да, закрытым клубом по интересам. Мы открыты. Абсолютно открыты для общения. Мы хотим, да, и общаться, и работать вместе с Митровским округом. Надеюсь, что я буду тоже воспринят, хоть я не местный, но как бы завоюю какой-то там близкий к моему предшественнику авторитет и смогу сделать на этом посту много еще интересного. Словом, если у вас есть какие-то интересные креативные идеи, особенно которые касаются бизнеса или продвижения каких-то интересных идей в бизнес, пожалуйста, приходите в торгово-промышленную палату. Там вам всегда будут рады и вас там ждут. Так? Да. Понятно. Андрей Владимирович, я благодарю и вас за участие в сегодняшнем. А я вас, Ольга, благодарю за возможность. Я благодарю и наших телезрителей за то, что этот вечер вы проводите вместе с нами. Я желаю вам, Андрею Владимировичу, успехов на вашем новом поприще, потому что все-таки торгово-промышленная палата опять немножко новая для вас. Это вызов определенный. Определенный вызов, я уверена, вы с ним справитесь. Буду стараться. Вот. Ровно через неделю, в следующий вторник, 11 февраля, вновь будет прямой эфир. Гостем студии станет начальник отдела ГИБДД, управления МВД России по Дмитровскому городскому округу Алексей Анатольевич Капранов. И разговор в прямом эфире будет идти, конечно же, о наших дорогах, о безопасности на них и о работе сотрудников ГИБДД. Если есть вопросы, так что готовьте их и звоните к нам в студию ровно через неделю, 11 февраля. Я хочу попрощаться с вами, но ровно только на неделю. До новых встреч, всего хорошего и берегите себя. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова